Ну вот видите, тут очень много скопилось детей. Я думаю, что их нельзя обижать. У меня есть много работ для детей. Я выпустил не так давно пластинку, которая называется «Алиса в стране чудес». Это два диска, два гиганта больших, в которых 26 моих песен и музыкальных номеров. Вот я и написал и текст, и музыку, и некоторые из них даже сам исполняю из этих песен. Они интересны, я думаю, не только детям, хотя дети их обожают, а и взрослым. Но я не из этой пластинки, а вот меня часто спрашивают, почему я перестал писать сказки. Я не перестал писать сказки, я продолжаю писать, только немного видоизменил их. Вот, например, для фильма «Иван де Мария» я написал несколько таких странных, довольно симпатичных куплетов. Куплеты нечистой силы. Значит, у меня нечистая сила. Я думаю, что это детям будет очень интересно. Они сидят на опушке и выпивают. Вот, почему? Потому что им делать больше нечего, их никто не боится, и в город их больше не пускают. Такая мечта есть у всех. Ну вот, и я написал им такие куплеты. Во-первых, сначала есть серенада «Соловья-разбойник». Он поет такую серенаду. Выходи, я тебе посвящу серенаду. Кто тебе серенаду еще посвистит? Сутки к ряду могу да упаду, если муза меня посетит. Я пока и ждет только шутю и шалю, я пока на себе не похож. Я обиду терплю, но когда я вспылю, я дворец подпилю, подпалю, развалю. Если ты на балкон не придешь, о-о-о-о, о-о-о-о, о-о-о, о-о-о-о-о, о-о-о-о-о, о-о-о-о-о-о-о. Ей-й-й-й-й-й, тролли-вали, кабы красная девица жила в полуподвале. И я б тоды на корточке приседал у форточки, и мы бы до утра проварковали. Это «Соловей» поет. А вот еще...